Вновь в зале заседания собрались депутаты городского округа Мутищин. В повестке дня очередного совета было рассмотрено шесть вопросов. Но перед тем, как перейти к их обсуждению, состоялась поздравительная часть. Грамотами были награждены те, кто принимал участие в акции «Диктант Победы». Приятно, что у нас у Мутищинца, всего делегация была более ста человек, соединенных наших коллегий и депутатов, поучаствовали в установлении такого рекорда России. Спасибо за участие и за активное продвижение. На шестнадцатом заседании Совета депутатов обсудили вопрос о внесении изменений в положение о порядке передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию. Также рассмотрели вопрос об утверждении дополнительного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения и перечня имущества, предлагаемого к передаче из окружной собственности федеральную. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. После принятия основных решений перед депутатами выступил главный врач Мутищинской городской клинической больницы Андрей Третьяков. Он рассказал о работе лечебного учреждения в период пандемии, а также о ситуации с COVID-19. С марта месяца до сегодняшнего дня в стенах больницы было пролечено около 600 тысяч человек. Это огромное количество людей, которые прошли через наше учреждение. Но это еще не все, поскольку эти пациенты, которые лечили стационарии, они имели среднюю либо тяжелую форму заболевания, которые нуждались лечения именно на больничной грудке. В рамку встречи мутищинские депутаты также задавали интересующие их вопросы. Как больница работает сейчас? Как справлялся медицинский персонал с большой нагрузкой? И есть ли среди них заболевшие? Андрей Третьяков ответил на все вопросы, а также поблагодарил всех, кто помогал врачам. Депутаты доставляли медикам средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы, а также все необходимое. Мы еще раз услышали те цифры, поблагодарили наших врачей, но поняли, что на самом деле она никуда не ушла, она никуда не закончилась. Ситуация продолжается оставаться непростой, хотя количество находящихся на стационарном лечении снизилось в разы. В завершении поговорили о том, что продолжается период вакцинации против гриппа. И многие представители депутатского корпуса уже сделали прививку. Очередное заседание окружного совета состоится в следующем месяце. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый Матищинский.